Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И сегодня очень такая важная тема для всех. Что же лучше? Что же лучше? Ременной привод ГРМ или цепной? То есть, что лучше, ремень или цепь? И сегодня я детально всё расскажу, что же всё лучше, что надёжнее. И все плюсы и минусы, и вы всё сегодня узнаете. А для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, о которой вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. То есть, прямо сейчас жмите на паузу и пишите в комментариях развернутый свой вопрос, и я сниму на него развернутый детальный видеоответ. А если вы уже ранее писали комментарий такой, но ещё пока нет видео, повторно напишите, потому что я мог забыть или упустить. Я смотрю также в первую очередь, какие вопросы часто пишут. Или, допустим, вот я вижу, что подписчик по нескольким видео пишет один и тот же вопрос. То есть, я понимаю, что он реально хочет, чтобы я снял об этом видео. Поэтому пишите и получите ответы на все ваши вопросы. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки важны очень для развития канала. И чем больше будет лайков, тем будет больше интересных, познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк, для того, чтобы не забыть его потом поставить в конце видео. И обязательно досмотрите видео до конца, там будет очень важная информация для вас. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, жмём на колокольчик и мы начинаем. Итак, цепь или ремень? Очень много споров вокруг этой темы, но сейчас я всё детально расскажу вам. Все передние, ну зачастую, большинство, так сказать, заднеприводных ВАЗов, ВАЗ Классик, на цепном приводе. Только в 2105 двигатель на ременном. Москвичи все на цепном приводе. Многие современные иномарки на цепном приводе. Все переднеприводные ВАЗы, 8-клапанные, 16-клапанные, все на ременном приводе. То есть, многие современные иномарки, да и старые, тоже на ременном приводе. Почему одни выбирают автопроизводители ремни, а одни цепи? Что же лучше? Во-первых, давайте сначала о ВАЗах, ну и потом о иномарках. Дело в том, что ваш двигатель для того, чтобы его вращаться, то есть точнее, когда он вращается, он создает определенный коэффициент полезного действия. И такие механизмы, к примеру, как генератор, гидроусилитель, кондиционер, компрессор, все что лишнее, оно забирает коэффициент полезного действия. И таким же элементом является и цепь. Почему? Почему? Допустим, в две телеваз классика, родная цепь, вот допустим, вот мой кореш, про который я всегда рассказываю, он был у меня на видео, тоже неоднократно, на своей боевой шестерке. Там он строит ее, там сейчас тоже боевой двигатель строит. Он как раз вчера с ним говорил, в подтверждение неоднократно моих слов, вчера он мне рассказывает, что он ставит однорядную цепку, потому что типа она легче, понятно, само собой, то есть и типа машина с ней лучше валит, типа он взвешивал, я не взвешивал, взвешивал, ну примерно так должно и быть. То родная цепь весит в районе килограмма, а однорядная в районе там 300-7 грамм, грубо говоря. И то он типа вот, представляешь, типа насколько легче будет двигателю крутиться. А я ему говорю, а ты представляешь, насколько меньше, точнее, что ремень вообще практически ничего не весит. Он такой аж задумался, потому что оно так и есть. По факту вес ремня практически, ну, он практически мало что весит по сравнению с цепью. А теперь представим, ваш двигатель, который крутится при обычной езде, там, 3000 оборотов в минуту, должен прокручивать через себя постоянно со скоростью 3000 оборотов в минуту цепь весом килограмм, которая движется ни по кругу, ничего, она еще должна на роликах, на натяжителях, на шестернях, там, перегибаться. И это все со скоростью 3000 оборотов в минуту. Представляете, какая-то скорость движения. И этот вес мешает вращаться. Это во-первых. А представьте, если вы наваливаете, крутите 6, 7, 8 тысяч оборотов, сколько там лишнего сопротивления. Не просто так в современных вазовских занеприводных двигателях начали ставить, там, ставить однорядную цепь, чтобы хоть как-то этот коэффициент уменьшить. Ну, все равно до нуля они его никак не сведут, ну, хоть что-то лучше сделали. Плюс, помимо этого, цепь должна еще... То есть, а ремень ему аж пофиг, грубо говоря, он там все крутится и практически никаких потерь не несет в этом плане. Дальше. Цепи еще каждому звену приходится перегибаться. То есть, перегибаться, это во-первых. То есть, тоже тратится на это усилие двигателя для того, чтобы это все сделать. Также площадь трения цепи, то есть, допустим, той же двухрядной, об каждые зубья, об каждую эту намного больше, чем ремень себе... Время, там, трения практически особо такого и нет. И что по итогу получается, что цепной привод забирает много коэффициентов полезного действия, то есть, мощностью... Ветер сам же вырабатывает, сам же у себя ее забирает. То есть, в плане именно эффективности ремень превосходит цепь в разы во всех параметрах эффективности. Но есть и свои плюсы и минусы и дальше. Давайте еще о минусах цепи. Цепь со временем растягивается, то есть, у вас начинают там уходить метки ГРМа, то есть, и начинаются потом танцы с бубном. Постоянно нужно там подтягивать ту цепь. Но есть, соответственно, и плюсы в цепи. Ресурс цепи больше. То есть, цепь может ходить там в разных двигателях, там, и 200, и 300 тысяч без замены. Ну, или там плановая замена там на 200 тысячах. То есть, ну, вазовские могут и раньше рвануть. Но это не важно. В отличие от ремня, который намного меньше ходит. Но замена ремня проще. Допустим, если у вас рванул ремень, вы его можете в течение, если у вас безвтыковый двигатель, вы можете его в течение 50 минут, там, поменять себе. При рецепте уже намного сложнее. Нужно там переднюю крышку двигателя, там, разбирать прилично для того, чтобы ее заменить. Ну, в некоторых дветелях иномарочных, там, вообще, она может находиться с другой стороны двигателя, возле моторного щита. Там, вообще, танцы с бубном, чтобы ее поменять. Но, опять же, ее не так нужно часто менять, как ремень. И за ремнем надо более тщательно следить. Не ездить, не ждать, пока он лопнет. То есть, периодически проверять его состояние. То есть, если он, видно, что уже начинает, там, протрескивание такие первоначальные, то его лучше заменить, а не ехать, не ждать, пока он рванет. Плюс, ремень может вплоть до того, что даже и новые рвануть. Ну, потому что качество запчастей в наше время оставляет желать лучшего. Но, в общем, давайте, есть плюсы и минусы там и там. И по этой причине автопроизводители одни выбирают то, а одни другое. То есть, кто-то хочет цепь для того, чтобы двигатель, типа, сделать более, якобы, надежный, чтобы меньше его обслуживать. Многие, допустим, ремень для того, чтобы его проще обслуживать, для того, чтобы он более был, так сказать, мощнее. Даже вот боевые, там, современные двигателя, половина на цепи, половина на ремне. Это всё уже зависит, так сказать, от конструктора, который изобретает двигатель, и у которого, ну, не то, что настроение, какие у него предпочтения. Ну, допустим, вот у меня предпочтение к ремню. То есть, вот мне больше нравится ременной привод. Во-первых, ещё я забыл сказать, что ременной привод тише, то есть, с ним двигатель работает тише, чем с цепью. Поэтому я отдаю, во-первых, меньше тратиться энергии, проще в обслуживании и проще состояние проверить. Поэтому я лично за ремень. Но каждый из вас, вот, учитывая все вот эти плюсы и минусы, делает выбор для себя, что для него лучше. И вы напишите в комментариях под видео, что вы считаете лучше, ремень или цепь. И напишите, какой у вас двигатель с ременным или цепным приводом. Я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может переслать на доработку свою головку блока или карбюратор. Работаю по наложке новой почты. Вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты. Отдельно о доработке головок, отдельно о доработке карбюраторов. Отдельно о том, как валятся этими доработками мои машины. Кому интересно, переходите на главную страницу моего канала. Там куча видео обо всем этом есть. Кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, напрямую звоните, заказывайте. Телефон непосредственно для заказа доработок. Все вопросы, комментарии, консультации пишем под видео в комментариях. Все их читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. Также напоминаю, что прямо сейчас вы можете написать свою тему или вопрос, который вас интересует, на который вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Потому что YouTube поменял свои алгоритмы. Теперь для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще и нажать на колокольчик. И это можно сделать прямо сейчас, внизу под видео, возле ярлыка подписка. Если ты не подписан, обязательно подпишись. Рядом нажимаем на колокольчик. И также это можно сделать на главной странице моего канала, тоже возле ярлыка подписка, есть колокольчик, нажимаем. И тогда вам будет приходить уведомление о новых видео. Потому что я за день выпускаю очень много видео. В день выходит 9 видео. Каждый час выходит видео новое на канале, грубо говоря, как новости для вас. И можно пропустить много полезной информации о вашем автомобиле. Делитесь данным видео со своими друзьями. Делитесь данным видео в своих соцсетях. Репостите данное видео. И тогда канал будет развиваться быстрее. И тогда я буду снимать больше интересных, познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.